Клиенты авиакомпании Бекэйр штурмуют авиакассы в надежде получить информацию или деньги за ранее купленные билеты. Люди просят объяснить им, состоятся ли запланированные рейсы. В кассах разводят руками. На время расследования причин крушения самолета под Алматы. У авиаперевозчика приостановили сертификат эксплуатанта. Почему в компании не возвращают суммы, потраченные на билеты? Что делать в таком случае несостоявшимся пассажирам? Нурбике Бесен приобрела авиабилет компании Бекэйр еще до трагедии с самолетом. 16 января ей нужно быть в Атырау. Что теперь делать, Нурбике не знает. Телефоны Бекэйра отключены, а на кассе не дают внятного ответа. Она говорит, что на скат, но скат не летает до Атырау. У меня 17 числа, в пятницу, получается, работа начинается. Я теперь не знаю, что сделать. Из-за них меня могут уволить только. Они говорят, чтобы я купила на другой какой-нибудь самолет. А то, что мои деньги там сгорят, это вообще ничего, да? Не может сдать билет и вернуть деньги из Агюдла Баймурадов. В компании, где он его приобрел, попросили подождать. Сказали, что рейс не отменен. Вот 2 февраля у меня вылет. Вот теперь сейчас не отвечает эта компания. И я написал электронную почту. И не дают точный ответ, будет ли вылететь или не будет. А мне на работу надо. И горает билет, например. Люди в буквальном смысле штурмуют кассы Бекэйр в Алматинском международном аэропорту. Ситуация сложная, говорит кассир. Но многие пассажиры уже добрались до мест назначения на других авиалиниях. «Эйр-Астана» у них был договор только до 7 января. То есть мы помогали пассажирам, мы их пересаживали. «Флайер-Астан» как дочерняя компания и «Эйр-Астана». А вот со «Скатом» у них до 31 января. Поэтому мы помогаем пассажирам. Но мы сажаем только на те города, куда летает авиакомпания «Скат». Официально рейсы Бекэйр отменены до 16 января, говорит кассир. О том, что компания не может принимать билеты и возвращать деньги, ранее рассказал и глава Бекэйр. «Код перевозчика, поскольку тоже он приостановлен, он не дает компании возможность ни продать билет, ни вернуть билет. То есть полностью система продаж заблокирована». Однако в Международной ассоциации воздушного транспорта сообщили, что индивидуальный идентификатор код «З-9» авиакомпании «Бекэйр» принадлежит ей. И он не отозван. «Коды авиакомпании используются авиакомпаниями, агентствами по продаже билетов, системами бронирования билетов и иными предприятиями для передачи информации, связанной с коммерческой деятельностью в области пассажирских авиационных перевозок. Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании «Бекэйр» могут произвести полный возврат стоимости авиабилетов по месту приобретения». Международная ассоциация воздушного транспорта. В случае, если компания не выполняет условия договора воздушной перевозки, то в соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса Казахстана, люди, которые приобрели билеты в авиакомпании, имеют право на взыскание материального и морального ущерба через судебные органы, добавили в ведомстве. Жанна Рахимжанова, Мадина Исюмбаева, Сергей Шуевский, Информбюро Алматы.